Это первые шаги без посторонней помощи после тяжелейшего инсульта. Татьяна Ивановна заново учится ходить. В начале февраля она пережила ишемический инсульт. Женщина обратилась в поликлинику, но сразу ее не госпитализировали. Ей стало хуже. Вскоре ее привезли в Барнаул, сосудистое отделение краевой клинической больницы. Казалось бы, драгоценные минуты упущены, но врачи сотворили чудо. Шаги пациентки еще не уверены, но уже самостоятельные. Татьяна Ивановна говорит, такими темпами скоро бегать будет. Делали капельницы, лечение. Был психолог, был эндокринолог, логопед. И получаю лечебную физкультуру, что очень мне помогает. Начала рука шевелиться, поднимаю потихоньку, пальцы начали шевелиться. Ну и нога тоже хожу потихонечку. Спасибо всем врачам. Татьяна Ивановна ждет, не дождется, когда вернется к внукам. Сейчас она идет на поправку, но чтобы снизить риск повторного инсульта, ей придется принимать специальные препараты пожизненно. В четверг мы ее выписываем перед праздником и планируется этой пациентке дальнейшая реабилитация, второй этап реабилитации в виде санаторно-курортного лечения. От инсульта в России ежегодно умирают тысячи людей. Сосудистое отделение краевой клинической больницы принимает больше тысячи пациентов в год. После курса лечения почти 70% возвращаются к привычной жизни. В целом по России это высокий показатель, отмечают медики. До открытия сосудистого центра специализированной помощи больным с острыми нарушениями мозгового кровообращения в крае, можно сказать, не было. Лечение таким пациентам оказывали только в общих неврологических отделениях, но этого было недостаточно. По инициативе Владимира Путина в ряде регионах, в том числе в Алтайском крае, были открыты сосудистые центры. Вероника Игоревна Скворцова, это наш министр здравоохранения на сегодняшний день, она создала программу по оказанию помощи больным с инсультом. Эта программа была одобрена правительством президентом Российской Федерации и получила дальнейшее развитие. В то время были созданы несколько региональных сосудистых центров по регионам, по-моему, количество их было тогда 12, то есть 12 регионов, которые первыми вошли в эту программу, в том числе и наш Алтайский край. По словам медиков, сосудистый центр в нашем регионе уникален. Он объединяет и хирургические, и терапевтические методы лечения, а также, благодаря новейшему оборудованию, имеет огромные диагностические возможности. Здесь с помощью специальных тренажеров и большого штата специалистов в буквальном смысле ставят на ноги. Это существует ряд методик кинезотерапии, в том числе, допустим, онтогенетические методики, когда мы людей учим, в общем-то, двигаться с нуля. Вот как младенцы начинают двигаться, как начинают совершать произвольные движения. В общем-то, наши больные проходят те же этапы. В лечении инсульта – залог успеха – время. Главное – доставить больного в первые три часа. Тогда есть все шансы на выздоровление без серьезных осложнений. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости.